Выходи. Может я за дверью? Егор! Здравствуйте. Здравствуйте. Понимаете, у нас небольшая проблемка. Вика! Ева, слушай. Ладно, ладно. Среднестатистическая у нас проблемка. Вика, поехали отсюда за три девять земель. Подожди. Но дело не в проблеме, а в том, что она не работает. Работает. Не работает. Просто не всегда. Что? Как бы вам объяснить? У моего поросеночка домик падает. Сарай? Да нет, пока еще, слава богу, не сарай, но... У него не просыпается спящий красавец. Потому что, чтобы проснулся красавец, нужно его поцеловать. Ой! И целовала я его! И разные заклинания говорила. И крэкс-пэкс-фэкс, ничего не помогает. А я тебе говорил, надо попробовать с Еленой Прекрасной. А может, это мне надо Иванушку-дурачка на Иванушку-царевича поменять? С его коньком-горбуньком. Простите, я абсолютно не понимаю, что вы хотите. Вы можете нормально извясняться? Дайте нам что-то для Емели, чтобы он с печи хотя бы встал. Потому что он даже с утра валяется. Да потому что одна щука со своими острыми зубами нанесла ему психологическую травму. Что? Да я нечаянно. А-а-а! Я, кажется, поняла, что вам... Да! Хорошо, если честно, как раз где-то, где-то, где-то у меня здесь лежало... Ох, ох, ох! Дунай! Ох! Кто? Сказочные! Вот. Вот. Слушай, поехали домой. Похоже, кролик вылазит из норки прямо сейчас. Какой Дунай? У тебя даже в телеге может колесо сдуться. Давай-ка попросимся в теремок. Извините, а можно вашим теремком воспользоваться? Чем? Я говорю, пустите нас в подсобочку. Ненадолго. А-а-а-а! Наконец-то! Извините. Ну, что ж. Спасибо вам большое. Как говорится, сказочке конец. А кто слушал, молодец. А кто не успел? Тот молодец, что пришел на бал. Вика, ну... Ну, что ты начинаешь? А вытирать что будет? На троих... Тридцата двадцать пять. Тридцата двадцать пять. Хлопцы, да поможите мне срочно отрабав Европу. А зачем тебе в Европу-то? Ты ж там со своей палочкой много не заработаешь. Твоя золотая жила здесь. Там твоя магия не работает. Бежать мне надо. За мной гонят с собаками. Ты что, человека по пьяни сбил? Да если бы... Было бы все проще решить. Я генерала остановил. Так а ну, отойди от нас, друг, это заразное. Мы еще, не дай бог, фуры нашего генерала начнем проверять. Ты вообще, что ли... Твоя основная функция запоминать номера тех машин, которых останавливать нельзя? Не знаю. Ну, кто же знал, что у него такие лоховские номера? Не 777, не 02, не ПТН, ПНХ. А просто МР-2715 МАА. То есть я и махнул. Жезлом. Иди, вот такой суть. И что, он остановился? Нет, конечно нет. Он так окно открыл и вот так вот... Прямо вот так вот мне показал. И что ты, руку не узнал, что ли? Так вообще никаких опознавательных знаков. А я ему обычно не руку целовал. Ну, откуда я знаю? Как можно было не узнать руку, которая тебя кормит? Я бы в темноте его руку узнал. А я не узнал. Мигалки включил, погоню устроил, по колесам стрелял. Вот дурак, вот дурак. Дурак. Ой, не дай бог. Я бы после такого застрелился. Я пытался. Но я все патроны в колеса выстрелил. Не, братан, это тебе не в Европу. Это тебе на Марс улетать надо. Думаю так, да? А что же делать, хлопцы? Что у тебя в сумке? Ну, так я на первое время в Европе пропитание я хочу осуществлять. Что, кормиться же надо. Ничего себе ты жрешь. Первые два-три дни. Ничего себе. Мы тут тоже кушать хотим. Ага. Тем более мы из-за тебя обед пропустили. Ой. Так что так делаем. Мы твой сухпай конфискуем. Что значит конфискуем, хлопцы? Вы что? Что происходит? А как же я буду в Европе пропитание осуществлять? Мы тебя в Европу не пропускаем. Чего? Останешься здесь. Тут? Да. На таможне работать будешь. А что же я буду работать? Я же ничего не умею. Так, подожди, подожди, подожди. Какая таможня? У нас что, вакансии появились? Ну смотри. Муха у нас сдохла. Так. Рекс у нас старый. А-а-а. Молодой, перспективный, румяный. А что делать? Что делать? Да ничего сложного. Ходи тут все, вынюхивай, и генералу нашему руку лежи. Только руку. Я согласен. Только смотри, не перепутай, как обычно. Не-не-не-не. И ты уже? Вперед. А то, хлопцы, вам залышайте. Я тут быстро накалитую. Ага. И зачем ты его оставил тут? Как зачем? Гаишник – друг человека. Приходишь на работу, а он тебе радуется. Палочкой машет. И уже простаиваться за должность. Молодец. Уважаю таких. Давай перечитаем. Так, это тебе, это мне. Не понял. Ты мне должен был, чё? Ладно, всё ещё раз. Здрасте. Здрасте. А вы чего в шлеме и бронежилете? Первый день за рулём? Только что-то я буквы У не вижу. Слышь, ты, юморист, мне не до шуток. У меня такое ощущение, что меня убить хотят. Серьёзно? А чё вы тогда на СТО приехали? Чтоб ты мою машину посмотрел. Мне кажется, что там взрывчатка. Не-не-не-не-не-не, взрывчатку я искать не буду. Вам в полицию надо. Какую полицию? Ты видал, что они со своими машинами делают? Чтобы я им доверила свою жизнь, да не в жизнь. Ну, тут согласен. А с чего вы взяли, что у вас взрывчатка там? Да зять мой зараза, сегодня утром так говорит. Хорошего дня вам, мама. И так ехидно улыбнулся, по-любому что-то сделал. По-моему, вы себя накручиваете. Ой, я его как облупленного знаю. В прошлый раз, когда он меня мамой назвал, он на огороде к шлангу электричества подключил. Понял? А, какой у вас зять? Ладно, посмотрим, что там за взрывчатка у вас. Уж посмотри. Ой, тётя. Угу. Ну, что там? Всё в порядке. Никакой взрывчатки там нет. Он мне колесо подкрутил, чтобы я на повороте в дерево врезалась. Я все четыре колеса проверил. Всё в порядке. Ничего не откручено. Точно. Он мне тормоза скрутил. И тормоза в порядке. Я всё проверил. Можете ехать спокойно. Что же он имел в виду, а? А, зятёк. Мама! Что ты не свредил? Вы зачем меня похитили? Чтоб ты мне ответил, что ты имел в виду, когда говорил фразу «Мама хорошего вам дня». Мама, я вам желаю хорошего дня. Ну вот, если вы такая, то пусть у вас колеса подкручиваются, пусть у вас тормоза откажут, что вас сердце взяли. Гады! Узнаю своего зятька. Так если он ни при чём, чего вы не отпустите? Да я хочу убедиться, любит он меня или нет. Вот у меня был кот, так я его вывезла за 40 километров. Но он домой пришёл. Сдох на пороге, правда. Но пришёл. Ну, спасибо тебе, что посмотрел. Да, пожалуйста. Знал бы я, что она такая, сам бы и что-нибудь отвратил бы. Держись, мужик, держись. Бобрый вечеростик вам, уважаемая. Спирта не дам, ясно? Вообще-то, а мы пришли сюда. Именно с благородной целью. Да. А, тогда туалет прямо по коридору налево. А! Ну что за примитивное мышление? Вообще-то, мы пришли помочь детям. Единственное, чем вы можете помочь детям, это не заводить их, алкаши. Любитель Шаевна, значит, мы хотели благородно сдать кровь для детей. Но, если вы нас отвергаете, мы уйдём. Куда? Пойдём, Петрович. Счастливо! Мы уходим. Идём, уходим, уходим. Эпа, а вы что, даже нас не остановите? Тем, что я вас не останавливаю, я как раз спасаю детей. А, вообще-то, вообще-то ладно, используйте кровь, как хотите. Дети, животные, ну, просто нужны деньги. Вы знаете, что за 48 часов, до того, как сдать кровь, нельзя употреблять алкоголь. Да кому это? Да, блин, 48 часов, это грёбанная вечность. Всё, до свидания, я сказала. Ладно, пойдём с козырей. Вы семя принимаете? Какое семя? Дета родительная. Выше сорт. Ну, за деньги, конечно. Вы что, идиоты? Вы бы ещё почку мне предложили бы. Была мы слишком, но у меня последняя. Гулять-то гулять. Берите мою. Вот это поступок. Пошли вон, пока я охрану не вызвала. Да ладно, ну чё? Охрана! Ну, всё, не надо. Охрана, ну, сами пойдём. Что тут охранять? Охрана, ну, вон, все. Скоро мне. Охрана, от вена! Так. Да. В регистратуру? Сейчас бегу. Да-да-да. Часуем регистратуру. Охрана, ну, Саин, она быстрая, спирт, спирт, где? Вот он, вот он родник ей. Если эти алкаши ещё раз появятся здесь, переломайте им ноги. Только не так сильно, чтобы они уйти смогли. А вот и будущие инвалиды. Ах, вы сголочи. Добрый вечер. Ну что ж, будем лечить. Это морг? У меня здесь два ваших клиента. Нет, нет, пока ещё живые, но алкаши. Ты что? Да. По отработанной схеме. Хорошо. Ну что? Здравствуйте, доктор. Да-да. Можно? Здравствуйте. Проходите. Доктор, это вам. Да. Мне? Да. Ой, спасибо, конечно. А за что? Мне кажется, вы у меня не лечились. Вы нас не помните? Ну, мы те два алкоголика, которые приходили, у вас спирт воровали. Угу. А-а-а, боже мой, как вы изменились! Мы вообще, можно сказать, заново родились. Да. Ну, не в больнице, а в морге. Ну, а что теперь жизнь налаживается? Я с женщиной начал встречаться. Кстати, она вам конфеты передала. Ой, да. Ну, не стоило, конечно, но благодарю. Спасибо вам большое. Вам, да, спасибо. Вы просто нас с того света вытащили. Так что, может, мы это дело отметим? Что вы? Мы же завязали. Ну, не капли отрезали. Вообще, не капелюшечки. Какие молодцы! Ну, мы можем идти? Да, в принципе, да. Спасибо. Еще раз, да, спасибо вам большое. Спасибо. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Не болейте. Да и что вы. Ой, как же все-таки приятно помогать людям. Спирт. Охрана! Ну, не возьмем мы четырехлетнюю девочку в нашу школу. Десятый раз вам повторяю. Не десятый, а третий раз. Ну, вот видите, какая умная девочка. Ну, ей в садике уже нечего делать. Ее пора в школу отдавать. Ну, послушайте, по уставу нашей школы мы не можем взять ребенка младшего возраста. По закону, дети, которые сдали, все вступительные экзамены могут идти в школу. Я сдала. А это она откуда знает? Как откуда? В интернете прочла. Понимаете, просто ребенок развит не по годам. Ой, развитые вне по годам дети спокойно переумножают в уме 457 на 378. И даже не задумываются. Сто семьдесят две тысячи семьсот сорок шесть. Что? Можете не пересчитывать. Все равно в нашей школе для поступления необходимо знать китайский язык. Нихао. Водяо Кире. Что она сказала? А вы что, не знаете китайский? Она сказала элементарную фразу. Здравствуйте, меня зовут Кира. Она еще год назад этот китайский выучила. И это ни о чем не говорит. Для поступления в нашу школу необходимо знать войну и мир наизусть. Такие правила. Их бин мон принц. А это немецкий. Война и мир начинается на немецком. Их бин мон принц. Конец. Вот. Все равно. Мой ответ нет. Нет и еще раз нет. И ничто не сможет повлиять на мое решение. Войдите. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Вот как и договаривались. С меня подарок. А с вас зачисление моего сына в вашу школу. Дяденьки, улыбнитесь. Класс. Взятка должна сном и лесу. Статья 368 Уголовного кодекса Украины. Я тут ни при чем. Мама, выставлять в интернет. Не надо выставлять ни в какой интернет. А давайте просто зачислим вашу доченьку в школу и все будет хорошо. Вы уверены? Да, конечно. Она ведь очень, 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 очень умная девочка. Хватило бы и одного очень. А давайте ее сразу в 11 класс запишем. Она экзамены экстерном сдаст и в институт. Отлично. Давайте тогда и младшего зачислим. У вас еще есть ребенок? Ну, конечно. Вот. Ну, позвольте. Что? А, спросите, сколько будет дважды два? Сколько будет дважды два? А теперь вот ручку сюда. А, четыре. Молодец. Говорят, что младшие дети в семье еще умнее. Ничего-ничего. Он от радости. Милые, я пойду искупаюсь. Только вот там вот купайся. Подальше от мужиков. Какой же ты у меня ревнивый, а? Любимый. Единственный, кто может дотронуться до меня в воде, это рыба. Ладно, рыбе можно, она баба. Главное, чтоб не мужики. Что, интересно? Что, простите? Ты что на мою жену пялишься? Я просто смотрю за отдыхающими. Да, просто смотрят. Значит, еще раз посмотришь на мою жену, я тебе натяну то, чем ты смотрел, на то, куда ты смотрел. Понял? Понял. Я слежу за тобой, извращенец. Да, блин. Опять на мою жену пялишься? Да прекратите, я слежу за ситуацией на воде. Если кому-то станет плохо, я прыгаю в воду и спасаю людей. Ага, сейчас ты прыгаешь в воду, а потом ты прыгнешь в постель к моей жене? Дай сюда. О, вот так смотри. Извращенец. Ты, 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 ты куда смотришь? Моя жена тонет. Но вы же запретили мне на нее смотреть. Вот я на нее и не смотрю. Да ты при чем тут? Спасай ее. Я плавать не умею. Мне же придется до нее дотронуться. Дотронуться до тела? Может, как-то можно за волосы вытащить? За волосы никак нельзя. Ладно, спасай, но только аккуратно. Ну, что с ней? Воды наглоталось. Надо делать искусственное дыхание. Ну, так делай. Ну, так это же рот в рот. Что? Рот в рот? Ладно, делай. Так, все отвернулись. Не смотреть. Ой. Нашпокойтесь, все в порядке. Вы на берегу. Вы меня спасли. Спасибо. Все хорошо? Да, все в порядке. Вот хорошо. Вы чего? Чего-чего? Рефлекс! Как вспомнил, что ты к ней прикасался. Еще раз врезать хочется. Ну, вообще, конечно, спасибо. Пойдем. Ну, их нафиг. В следующий раз буду спасать только незамужних. 250 гривен на 50 родителей. Это 12 с половиной тысяч. Помножить на 45. Криша! Еще раз принесешь электронную сигарету, будешь веник курить. Здравствуйте, Марина Францевна. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. А я тут воюю, воюю. Что это? Электронная сигарета. Мишенька, засранец, принес, наверное, у папы взял. А, ванилька. Я сама отцу передам. Виктория Сергеевна, я, как заведующая, должна знать все, что происходит у меня в учреждении. А что происходит? Все хорошо? Игорь Маргун губу разбил, Валерочка унтила, манту расчесал. Я о финансовой стороне. А-а-а. Лизочка Марченко проглотила 10 копеечек. Я не об этом. Меня интересует, как наши родители сдают на ремонт садика. Вот про что вы. Тут, конечно, я похвастаться ничем не могу. Сдали всего трое родителей. Вот именно поэтому я взяла на работу новую сотрудницу, новую воспитательницу. Познакомьтесь. Яна Викторовна, войдите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А я что? Я что, уволена? Ну что вы, Виктория Сергеевна, вы нам дороги, как сотрудник. Вы остаетесь. Да, Яна Викторовна, я гляжу, подороже будет. Виктория Сергеевна, вы не обижайтесь. Вы будете заниматься детьми, как занимались всегда. А Яна Викторовна будет проводить родительские собрания. А может, я еще раз попробую? Я вот юбку покороче одену? Виктория Сергеевна, я боюсь, что если вы даже оденете юбку покороче, то те трое родителей, которые сдали на ремонт, деньги заберут обратно. Все равно. У нас не получается собирать деньги, потому что на родительские собрания ходят всего пять человек. Получится. Все у вас получится. Девочки, поговорите, а я, если что, у себя в кабинете. Виктория Сергеевна, сначала придут пять, потом пятнадцать, потом, гляди, и пятьдесят человек. Откуда пятьдесят человек? У нас в группе всего пятнадцать детей. Милочка, деньги на садик мы будем собирать со всего района, затем со всего города, а после со всей области. Ну что, пойдемте знакомиться с группой? АПЛОДИСМЕНТЫ